Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою кухню, где мы с вами сегодня приготовим пасту с чернилами черной каракатицы и морепродуктами. Это блюдо готовится очень легко и просто, если у вас есть черная паста. Если же у вас ее нет, то вы можете ее приготовить своими руками. Для этого вам нужны, собственно говоря, чернила черной каракатицы и желание готовить. Черную пасту мы приготовим сами. А что нам для этого, собственно, нужно? Весь тот же набор продуктов, ингредиентов, по которым мы с вами делали лапшу домашнюю, плюс к нему нужно добавить чернила каракатицы. Вот это та фишка, которую мы сегодня с вами освоим, и у нас все получится. Получится очень круто. И в дополнение к черной пасте мы, конечно же, добавим морепродукты, и тогда наш рецепт будет с вами очень даже итальянским. Собственно говоря, все. Давайте работать. Первое. Мы вымесим тесто с добавлением чернил каракатицы. Каракатица – это большой моллюск, который известен в древних времен. Люди научились использовать сначала его мясо в пользу, а потом научились использовать и чернила, но только для письма. Гораздо позже чернила каракатицы начали применять в кулинарии. На это количество яиц и муки я добавляю 4 грамма чернил каракатицы. Теперь я добавляю водички, а дальше мы с вами делаем аэрацию муки. Муки у меня 600 грамм. Я буду делать это постепенно. Посмотрите, как красиво, но я буду добавлять муку. Столько, сколько нам нужно, столько, сколько уберет. Ну вот тесто уже готово. Посмотрите, какое красивое и действительно потрясающе черного цвета. Вот класс, вот просто получаю удовольствие. Теперь мы его делим на три части и раскатываем на три больших коржа. Оно гладкое, оно такое эластичное. И это тот, наверное, тот момент, когда я уже сейчас его отправлю сушиться. Этот корж уже идет, отправляется сушиться, а мы с вами будем делать другие. Вот смотрите, он практически прозрачный. Вот такой, а пахнет как хорошо, вы не представляете. А пахнет, кстати, морем, да. И, между прочим, не переусердствуйте с солью, потому что в чернилах есть своя особенная такая вот соль, которая, собственно говоря, придает аромат морепродукта. Вот этой лапше придает, ну, такой морской, что ли, вкус. Оставляем отдыхать этот корж при комнатной температуре. Он здесь остынет и подсохнет. Это то, что нам нужно. А сами бежим готовить остальные. Вот такой подсушенный корж у нас получился. Теперь мы его складываем. Тут самое главное не пересушить коржи, чтобы они потом красиво нарезались. Тесто очень нежное, очень изящное. Кстати, тесто, которое вы только что приготовили и сразу же будете готовить, называется паста фреско. Вот такая прекрасная паста домашнего приготовления. Паста фреско мы отправляем в кастрюльку вариться до полуготовности, до состояния аль денте. В это время на сковородочке, где у меня золотится чесночок на сливочном масле, я добавляю морепродукты, заправляю их специями для моллюсков и заливаю сливками, за что люблю средиземноморскую кухню, в частности итальянскую, за то, что она легкая и сытная, и яркая, и колоритная. Правильное количество ингредиентов вы, как всегда, найдете внизу под видео. И там же найдете красную кнопочку подписаться, которую нужно нажать, сделать ее серой. И тогда вы будете получать все самые свежие новые мои рецепты. Ммм, как вкусно, ребята, чудеса. Это и не рыба, и не мясо, это намного лучше. Ставим вариться нашу пасту. Паста доходит до готовности аль денте. Вы помните, что это такое. В это время я в морепродукты добавляю сливки, потому что скоро кульминация процесса. А вы знаете, что итальянцы не промывают пасту? Если ты готовишь из твердых сортов, то это, в принципе, нормальная ситуация. И кульминация процесса. Мы добавляем нашу пасту в морепродукты. Перемешала, закрыла на одну минуту, и скоро буду подавать. Как вы поняли из моей передачи, черная паста фреско идеально сочетается с морепродуктами и с бокалом легкого белого вина. Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был очень эмоциональным, очень ярким и очень-очень вкусным. Поверьте, а лучше проверьте. Готовьте, готовьте, как я. Готовьте лучше меня. Готовьте для своих любимых. С вами была Елена Беседовская. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши пальчики вверх, лайкайте, конечно, и комментируйте. Ваши комментарии всегда очень интересно и полезно читать. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok